Всем привет! С вами Антон и вы на канале Blackroom. Сегодня у нас крайне увлекательный ролик с обзором нового аудио-видеопроцессора от английского бренда IOTA. Процессор называется IOTA VX AVX17. И 17 не просто так, а потому что у него на борту аж 17 каналов процессинга. Будет очень интересно. Этот аппарат мы уже протестировали в нашем шоуруме. Поняли все его основные плюсы и минусы, его возможности, ограничения. Смотрите до конца, а мы начинаем. Погнали! За окном у нас с вами сейчас непростое время. Большие сложности и перебои с поставками любой техники из-за рубежа. И пока зарубежные бренды решают, что дальше делать. Возобновлять поставки или вообще их прекратить. Будь то Европа, Америка, Канада или Япония. Компания ММС как знала, взяла, подсуетилась и привезла. Прикольный новый бренд в Россию, о котором раньше вообще никто не знал, не слышал. Бренд английский, но мы с вами точно знаем, что корни у него китайские. Вот. Но вот эта первая партия реально приехала прямо из Англии. У аппарата довольно-таки минималистичный дизайн. Это касается всего. И упаковки, и дизайна самого аппарата, и пульта управления, который выглядит очень прилично, удобно лежит в руке и имеет на борту все необходимые кнопки. И они приятно нажимаются и имеют такую прорезиненную текстуру. На самом аппарате есть всего лишь 6 кнопок. 5 из них отвечают за переключение источников, громкость и вход, и выход из меню. И одна большая кнопка включения и выключения. Ну и разумеется, крутилка громкости. Также хочется отметить, что дисплей, который есть у аппарата, он довольно знаком нам с вами. И дизайном очень сильно напоминает дисплей, который ставили раньше в ресиверы и процессоры Onkyo. Ну лично мне он очень сильно его напомнил. Возможно, это даже тот же самый дисплей. Сразу надо сказать, что вот эти все огоньки, они могут быть выключены. Здесь есть аж целых 10 степеней диммирования передней панели, всей подсветки передней панели. И если вы ставите аппарат куда-то под экран, и не хотите, чтобы он у вас светился, светом бил вам в глаза, то вот весь этот свет и весь дисплей можно выключить. В комплекте идет калибровочный микрофон. Вот такой вот, похож чем-то на Yamaha. Такая шайбочка. И в Pioner, по-моему, такие еще были. Также в комплекте идут три разных кабеля питания с разными вилками под разные страны и инструкция по эксплуатации. На передней панели у аппарата есть еще два разъема под 3,5-миллиметровый миниджек. Один из них как раз служит для того, чтобы вы могли подключить вот этот измерительный микрофон. А второй это выход на наушники. Касательно возможностей самого аппарата. Этот процессор современный. Он не самый современный. Здесь нет, к сожалению, поддержки HDMI 2.1. Да, через него вы не сможете пропустить 8К сигнал. Все HDMI порты, которые у него есть, поддерживают стандарт HDMI 2.0b. Это означает, что вы без проблем пропустите через него 4К в 60 кадрах. И все необходимые сигналы с поддержкой стандарта HDR. Это HDR10, Dolby Vision и так далее. Это касается видео. Что касается аудио, то он поддерживает два основных современных стандарта пространственного звука. Это Dolby Atmos и DTS-X. Причем поддерживает их довольно расширенной конфигурацией. 17 каналов у него не просто так. Да, к сожалению, 4 из этих канала, они идут и предназначены только для сабвуферов. Независимые 4 сабвуфера можно подключить вот к этому аппарату. Представь себе, ими отдельно рулить. Но остальные 13 каналов, это как раз полноценное декодирование Dolby Atmos. А что значит 13 каналов? Это либо 9 на основной оси, плюс 4 потолочных, либо 7 на основной оси и 6 потолочных. Вот вы выбираете либо так, либо так. 9.1.6 уже не получится, к сожалению, сделать. Как, например, на Arkham. А 9.1.4 без проблем. И, кстати, зачастую этого вполне достаточно. Настроечный микрофон идет не просто так в комплекте. У аппарата на борту есть своя проприетарная система автокалибровки звучания под помещение. Называется она EQ Flex. Значит, что она делает? Она измеряет каждую акустическую систему, дает несколько тестовых сигналов. Вот сейчас вы видите, как это происходило, когда мы аппарат тестировали здесь в демозале. Значит, что она делает? Она выставляет уровни, она выставляет задержки, и она производит измерения в широкой полосе для каждой колонки и делает набор параметрических эквалайзеров, которые, как она считает, исправят звучание аудиосистемы в данном конкретном помещении. Вопрос, как это у нее получается, мы сегодня разберем поподробнее, но это будет чуть позже. Но смысл в том, что система автокалибровки, как таковая, есть и она присутствует. Теперь я предлагаю пробежаться по портам ввода и вывода, которые в многочисленном количестве расположены на задней панели аппарата. Итак, бежим слева направо, сверху вниз. Сначала у нас идут небалансные выходы, так называемые тюльпанчики, RCA-разъемы, для подключения усилителей мощности. Line out. Здесь можете наблюдать 16 выходов, да, не 17, то есть сабвуферов всего лишь 3 у нас на небалансных выходах. Можно взять сигнал. Дальше у нас, соответственно, 3 пары аналоговых входов, левый-правый. Дальше идет блок из двух цифровых входов, это оптический и коаксиальный вход 1 и 2. Дальше идет секция HDMI. HDMI-плата, у которой есть два выхода. На главном выходе у вас есть функционал ARC или обратного аудиоканала. Можно с вашего телевизора, например, забрать звук со Smart TV прямо сюда в процессор. И HDMI-входы. Их в данном аппарате аж 6 штук. Корпус у аппарата довольно компактный. Он значительно меньше, чем стандартный корпус аудио-видео ресивера бытового. Очень классно видеть, что ребята, инженеры смогли запихнуть сюда целых аж 6 HDMI-входов. Спускаемся на ряд ниже. И здесь у нас уже с вами начинаются балансные выходы на усилители. Сначала у нас идут 4 выхода на сабвуферы. Соответственно, балансные. И, смотрите, здесь же как раз рядышком притаился черный выход тоже на 4-й сабвуфер. Не балансный. Значит, все в порядке. Значит, все-таки всем поровну досталось. Хорошо. Дальше у нас в ряду, соответственно, выход на вторую зону. Вторая зона аудио здесь присутствует. USB-вход для подключения этого процессора к вашему компьютеру, чтобы он работал в качестве DACA для прослушивания стерео. Extension Port для подключения внешних расширительных модулей от IOTA своих проприторных. В данном случае сюда можно воткнуть такую вот флешечку. Как бы флешечку, которая будет добавлять функционал Bluetooth-приемника в этот аппарат. Дальше есть USB-вход для обновления прошивки. Два выхода для диммирования других аппаратов. Вы, например, диммируете дисплей у процессора, и у вас будет автоматом диммироваться, например, кнопочка яркости на усилители мощности. Тоже от бренда IOTA. То есть это некий проприторный выход. Два триггерных выхода. Вход RS-232 для управления аппаратом. С краю разъем питания с кнопочкой стандартной C13. И нижний ряд у нас целиком отдан аналоговым балансным выходом. Их здесь 13 штук. Как раз на все остальные колонки, кроме сабвуферов. Если вы были внимательны, наверняка заметили, что нету сетевого порта RJ45. Как это бывает на любом уже современном бытовом аудио-видеоресивере. Этот аппарат нельзя подключить к локальной сети. Поэтому управлять им можно только посредством ИК-сигналов, либо через порт последовательного интерфейса RS-232. Соответственно, и как-то стримить музыку на него тоже не получится. То есть у него нету ни AirPlay, ни DLNA, никаких вообще сетевых функций. Но за эти деньги, я считаю, это вполне приемлемо. Мы неспроста вот здесь расположились возле экрана. Я бы хотел вам продемонстрировать меню и попутно рассказать про возможности отстройки этого аппарата. Что он вообще позволяет делать со звуком. Нажимаем кнопочку меню на пульте управления и попадаем вот в такой графический интерфейс, который, ну, как бы, OSD меню, которое у вас на экран выводится. Здесь же оно дублируется на маленьком дисплее. Ну, конечно, здесь не так удобно, как смотреть на вот этот вот большой экран вашего домашнего кинотеатра. Первая закладка, да, меню имеет структуру закладок. И, соответственно, древовидную структуру, когда вы заходите в конкретный пункт меню, уже спускаясь вниз, так сказать. То есть первое – это выбор источника. Видите, что у нас автоматически первый стоит сейчас Apple TV подключен. И он даже по HDMI подсосал его название. То, что Apple TV у нас назван как Blackroom. Соответственно, есть возможность полного управления аппаратом через HDMI CEC. То есть он поддерживает вот этот вот протокол управления. Ну, и видите, такой вот приятный бонус в виде передачи имени, которая присвоена тому или иному HDMI-устройству. Соответственно, я могу здесь, перемещаясь, просто брать и переключать источники с подтверждением их кнопочкой OK. Либо прямым входом могу выбирать конкретную кнопку и возвращаться обратно. Идем дальше. Значит, смотрите, здесь что еще. Кроме того, что есть HDMI-входы, да, 6 штук, можно выбрать либо ARC отдельно, либо оптические, либо коаксиальные цифровые входы можно выбрать. Либо, соответственно, 3 аналоговых, ну или Bluetooth, который у нас не подключен, потому что нет расширения. Переходим обратно в верхний режим. Идем на вторую закладку. Вторая закладка, режим Mode. Кстати, сразу скажу, что нет русского меню, к сожалению. Для тех, кого это важно, русского меню нет. Только английское. И вторая закладка у нас это режимы прослушивания. Значит, что здесь есть в режимах? Это Pure. Это то, как сигнал поступает, без каких-либо изменений. Он так и будет играть через то количество колонок, что у вас есть. Пришло стерео, будет играть только в две передние колонки. Пришло 5.1, будет играть только 5.1. И никакой AppMix не будет работать, не будет задействован. Соответственно, там ни потолочные каналы, ни задние и тыловые. Второй режим, который называется Direct, насколько я опять же понял и помню, включает уже Bass Management. Когда у вас акустика интегрирована с сабвуферами, когда у вас там стоят кроссоверы, включая Direct, вы уже услышите звук, собственно, вот после Bass Management. В режиме Pure этого не будет. У вас будут играть все колонки в полный диапазон, и сабвуферы будут играть только LFE канал. Дальше режим Stereo, когда вы принудительно хотите либо DownMix включить, либо просто вот точно, значит, чтобы у вас играли фронтальные колонки с сабвуферами, когда у вас Bass Management включен. Multichannel – это некий собственный проприетарный режим, апмикшинга, потому что я по-другому никак не могу назвать этот режим. Вот сейчас вы видите видео, где мы как раз тестируем эти все штуки. Вайды работают, только в этом режиме. И тут оказывается, что при режиме Multichannel у нас начинают работать вайды, 5.1 сигнале. И даже в стерео они тоже начинают работать. Это какая-то такая своя проприетарная штука, которая раскладывает звук на все каналы, которые у вас в системе прописаны. Dolby Upmix – ну, это, соответственно, Dolby Surround Upmixer, принудительное его включение. DTS Neural X – здесь тоже ничего не нужно объяснять. И есть настройка «Помнить, что у вас было включено». То есть вы один раз нажали, на каком-то источнике вот какой-то режим принудительно выбрали, и система запоминает, что здесь у вас по умолчанию вот так. И это на самом деле очень удобно. Там есть более гибкая настройка в каждом источнике. Еще мы сейчас до нее дойдем. Но, тем не менее, есть и так, и так. Бежим дальше. И следующая у нас закладка – это некие параметры звучания. То есть вот у вас система настроена так или иначе, каналы сведены по громкости, по задержкам. И здесь отдельная закладка, которая позволяет вам в режиме реального времени просто брать и корректировать уровень звучания той или иной акустической системы. Просто сделать ее погромче или потише. И есть еще настройка «Липсинк» та самая. У нас на канале, кстати, есть ролик отдельно посвященный «Липсинку». Это когда у вас есть небольшая рассинхронизация между тем, как герой говорит, и то, что он делает на самом деле. То есть между аудио и видео. Такое случается. И здесь можно либо режим «Авто» оставить, который стоит по умолчанию, либо вплоть до одной секунды настроить вот этот вот «Липсинк». Вот вниз я сейчас беру. Видите, по 10 миллисекунд у нас идет настройка. Но только в одну сторону, к сожалению. Это все, что можно сделать на этой закладке. Вот, по сути, мы с вами уже прошли три закладки из пяти. Полезных функций было мало. Вот еще одна закладка, которая не очень часто вам понадобится в домашнем кинотеатре или кинозале. Это вторая зона. Это когда вы можете пустить отдельный источник, который у вас воткнут в этот же процессор, для проигрывания какого-то другой музыки, например, в соседней комнате. Это бывает крайне редко нужно, но так или иначе этот функционал здесь имеется. Возвращаемся в меню. И пятая закладка. О, чудо! Здесь все самое важное, самое интересное. Первым делом, да, у нас первый пункт меню – это «Source Setup». То есть, это настройка как раз входов, всех входов, которые есть в аппарате. Что можно сделать для каждого из входа? Вот давайте на примере первого нашего Apple TV, который подключен, разберем. Вообще можно включить или отключить вход. То есть, он просто перестанет быть доступен в переборе вот этих источников, когда вы их переключаете вверх-вниз. У нас, кстати, здесь был почему-то выключен HDMI 3, и я сначала не мог понять, ну как так? Вход есть HDMI 3? На него переключиться невозможно. Забавно. Функционал такой имеется. Ну, просто, наверное, чтобы вы могли отключить лишние источники, когда уже настроили, допустим, свои пять самых важных, которые вы реально используете в кинозале, чтобы они просто у вас в списке лишними не вызывались. По кругу гоняете те, что вы используете, и лишние у вас не включаются. Включен HDMI 1. Дальше у нас можно его переименовать, если необходимо назвать, например, там, DUNA или Apple TV. Здесь выбирается вход, видео вход, который дает видеосигнал для этого логического входа. Аудио точно так же. Ну, то есть, классический набор настроек для, в принципе, любой аудио-видеоресивер имеет вот такие настройки. И здесь вот дальше интересная настройка – это выбор эквалайзера. Про эквалайзер мы сейчас отдельно с вами разберем, но имейте в виду, что просто для каждого конкретного источника можно задать выбор по умолчанию того или иного эквалайзера. Здесь есть ручные эквалайзеры, есть эквалайзер автоматической настройки, и любой из них вы можете взять и назначить на конкретный вход. Или выбрать, что у вас нет эквалайзера. И тогда, например, если у вас какая-то стереосистема подключена, и вы хотите слушать неизмененный звук на вашей стереопаре, можете байпас просто здесь выбрать. Тогда у вас при выборе этого источника автоматически вся эквалайзация будет выключаться. Но если вам, например, дорог сердцу тот автоэквалайзер, который настроил аппарат по вот этому микрофончику, вы ставите автоэкью, и он автоматом будет включаться тоже всегда. Или ставите ноу-ченч, тогда, соответственно, будет действовать тот эквалайзер, который вы включили в другом пункте меню, просто перейдя и включив его, ну как бы для всего, что вы сейчас слушаете. В общем, логика довольно простая, просто нужно иметь в виду, где какие настройки отвечают за применение вот этих эквалайзеров. Можно это сделать и в источнике, и в другом пункте меню, который будет актуален для всех источников. Но вот этот он будет по умолчанию, потому что стоит вам переключиться обратно туда-сюда, например, со второго HDMI на первый, то применится та настройка, которую вы поставите здесь. Если стоит ноу-ченч, то ничего не поменяется. Но если вы поставили байпас, то оно будет включаться всегда и автоматически. А мы с вами идем дальше. Следующая, значит, настройка – это настройка громкости. Здесь вы можете выбрать, как регулировать громкость для этого конкретного источника. То есть либо она одинаковая для всех источников у вас, либо вы выбираете, она независимая. То есть вы на этот источник переключили, сделали погромче, и она сохранилась. Переключаете на другой источник, там тоже у вас сохранилась, но другая. Это вот independent будет значение. Или просто берете и делаете какой-то дополнительный трим, или подрезаете, скажем так, громкость. У вас какой-то источник априори играет громко, громче, чем все остальные. Вы ему берете и обрезаете, например, 10-20 дБ, неважно. По умолчанию он будет играть так же, как все остальные, когда вы его подрезали. И это здорово, когда функционал, он все-таки использует какие-то такие гибкие штуки, а не просто все для всех одинаково. Это все-таки процессор, который имеет глубину настройки определенную. В каких-то вещах сильно глубже, чем типовой аудио-видеоресивер, или даже определенные аудио-видеопроцессоры начального уровня. Это меня, как профессионала, это очень радует. Ну а мы идем дальше, и, соответственно, дальше идет установка триггерных выходов. Для этого конкретного источника можно выбрать, вообще включать триггерные выходы или не включать. Это может быть полезно в какой-то ситуации, когда вам, например, не надо включать внешний усилитель. Или наоборот, по умолчанию вы берете и включаете. Вот эта настройка здесь делается. И кнопочка Default, которая сбрасывает все настройки по умолчанию для данного конкретного источника. Но мы это сейчас делать с вами не будем. Следующий пункт меню — это аудиорежимы. Здесь вы можете поставить по умолчанию настройку того, как будет декодироваться тот или иной сигнал в зависимости от его типа и количества каналов, соответственно, в сигнале. Например, для аналогового, либо PCM двухканального вы можете выбрать, какой режим включаться по умолчанию. Pure, Direct, Stereo или Multichannel, который все раскладывает. Либо Dolby Surround Upmixer, либо DTS Neural X Upmixer. То же самое для всех остальных типов входящего сигнала. Это и Multichannel PCM, это когда у вас не сжатый многоканальный звук подается на процессор. Это и даже двухканальный Dolby, такое тоже бывает, встречается. Многоканальный — это Dolby Digital, Dolby TrueHD, соответственно. DTS двухканальный, DTS многоканальный и даже AAC. И для всех них вы берете и настраиваете по умолчанию тот режим апмикшинга или декодирования, который будет выполняться аудио-видеопроцессором. Дальше самое интересное, наверное, это настройка колонок. Настройка всех спикеров, которые вы в системе объявили. Ну, прежде всего, вы выбираете Layout. Это конфигурация вашей системы колонок. Сколько у вас их вообще в основном слое, сколько у вас их на потолке, сколько сабвуферов и так далее. Спикер Layout у нас стоит 9.1.4, потому что мы тестировали систему у нас. И решили именно вайды задействовать, но оставить 4 потолочных канала в атмосе. Было интересно именно послушать, как процессор работает с вайдами. То есть это максимальный конфиг, который можно сделать. Ну и здесь, соответственно, можно выбрать другой максимальный конфиг. Это 7.1.6, когда у вас на потолке 6, а здесь уже поменьше. И так далее до, соответственно, стерео. Все это дело до 3.1 даже можно сделать. Смотрите, минимальное значение, которое можно сделать, всего лишь 3.1. То есть я не могу выбрать, например, стерео. А если у меня две колонки всего лишь? Оставляем 9.1.4. Смотрим, что еще здесь имеется из настроек. Значит, центральный канал мы либо включаем, либо выключаем. О, кстати, а если мы его выключим, что будет? Да, да, смотрите, выключаем, уже конфиг поменялся. Ну, значит, вот 2.1 я могу выбрать. Еще и выключить все сабвуферы, тогда у меня получится стереосистема. Вот такая вот логика. Так, включаем обратно стерео. Включаем обратно наш центральный канал. 9.1.4. Значит, дальше идет выбор типа потолочных каналов. Это у нас либо потолочные каналы. Sealing, как у нас выбрано. Либо каналы, которые работают на отражение. Так называемые Dolby Enabled Channels. Следующий пункт, это у нас как раз настройка уровней звучания каждого канала. Входя сюда, вы слышите, да, у нас подается тестовый тон в виде розового шума ограниченной полосы на ту или иную колонку. Сейчас у нас вот для теста подключено два канала, и вот этот розовый шум через них идет. Здесь у нас, видите, уже кое-что настроено. Ну, собственно, настроен наш кинозал. Это делается для всех каналов, которые вы только что объявили в системе выше. Все довольно логично, прозрачно и удобно. Значит, дальше это расстояние до каждой колонки или же задержки, так называемые. Здесь все, соответственно, выбирается точно так же в метрах. С точностью до 10 сантиметров вы можете поставить расстояние до каждой из ваших колонок. Сабвуфер. Очень интересный пункт. Как раз именно здесь вы задаете, какое количество сабвуферов подключено к вашему процессору. В нашем случае мы используем один выход на сабвуферы, и у нас дальнейший весь бас-менеджмент разрулен уже на усилители Alcons. Поэтому мы не стали здесь ничего выдумывать, поставили один и его, собственно, задействовали. Но если у вас 2-3 сабвуфера, и у вас нет другого какого-то внешнего процессора, то вы смело ставите здесь, например, 4, и у вас появляется, соответственно, возможность настройки каждого из этих 4 сабвуферов по отдельности. По ним вы можете также поставить разные уровни звучания громкости, выбрать задержку для каждого сабвуфера, и, разумеется, настроить эквалайзер. А вот про эквалайзер чуть позже. Дальше, следующая настройка. Это кроссоверы. Здесь тоже все очень интересно. Смотрите. Во-первых, здесь можно поставить частоту разделения фильтров или частоту кроссовера. В данном случае, например, стоит 80 Гц, левый и правый канал вместе, центральный канал вместе, сурраунды, топы, то есть, ну, как бы, они здесь сгруппированы. Сурраунды 4 колонки, топы тоже все 4 колонки одновременно ставятся. Ну, нормально, потому что обычно они у вас все-таки одинаковые. И очень редко бывает необходимость разный тип кроссовера ставить для соседних двух сурраундов. Дальше два фильтра для сабвуфера. Это хай-пасс и лоу-пасс фильтры. Иногда это полезно, иногда не надо. Вот в данном случае мы распустили полностью этот фильтр, чтобы он не мешал нашему дальнейшей постобработке на DSP-усилителя. Казалось бы, на этом обычно настройки по кроссоверам заканчиваются. На недорогих AV-процессорах, на большинстве AV-ресиверах. Именно так и больше ничего вы не сможете с этим сделать. Но здесь есть такая еще настройка, как Filter Slow или крутизна фильтров. Такие штуки нечасто встречаются. Например, это есть на дорогих процессорах, таких как Trinov, таких как Storm Audio. И вы можете просто выбрать ту крутизну фильтра, его характер, насколько он резко режет вам частоту выбранную. И здесь есть возможность выбрать фильтр либо 12 дБ на октаву, либо 24 дБ на октаву. Это дополнительная гибкость, которая также настраивается группами для левого и правого канала, для центра, для сурраундов, для топов и для сабвуферов. Очень круто, что ребята добавили сюда эту возможность. Потому что, например, лично я чаще всего использую именно крутизну 24 или 48 дБ на октаву, когда делаю бас-менеджмент при калибровке. Я был удивлен, увидев эту настройку вот здесь. Вот, собственно, все настройки, которые касаются именно колонок. То, как вы их, собственно, подрезали, обрезали, какую конфигурацию вы им поставили. Довольно гибко, я считаю. Идем дальше. Следующий пункт это как раз Room Calibration, либо калибровка звучания под комнату. Мы сейчас ее запускать с вами не будем, но здесь есть два пункта. Делаются по отдельности. Сначала, значит, ставите микрофон, это все делаем, ну, как обычно. Единственное, сразу хочется сказать, к сожалению, недостаток это ограничение, которое позволяет вам сделать вот эту вот настройку только по одной точке. То есть вы выбираете главное место прослушивания, ставите туда микрофон. Такой вот есть нюанс, что у микрофона, например, нету даже резьбы. Резьбы для того, чтобы поставить его на штатив. То есть вам необходимо какую-то площадку организовать, поставить этот микрофон, так, чтобы он у вас оказался на уровне уха, на уровне вашей головы. Все измерения, которые делает процессор с помощью этого микрофона, кстати, кабель, довольно длинный, но я бы сделал еще подлиннее. По моим измерениям он где-то 4,5 метра. Нам хватило, но вам может не хватить, если у вас стойка стоит где-то дальше. Так вот, то, что он делает, это всего лишь по одной точке, это минус. Потому что, когда вы меряете что-то в одной точке, вы непонятно, что меряете. Вы, скорее, больше замеряете комнату, чем вы реально замеряете то, как ведет себя звук в этой комнате. Неспроста у всех процессоров, аудио-видеоресиверов, будь то Odyssey-система, будь то система Dirac Live, или, конечно же, 3-Off Optimizer, всегда нужно делать энное количество измерений, и система вам обычно показывает, или в мануале написано, где нужно размещать микрофон, в каких точках, для того, чтобы вы максимально зону прослушивания измерили и сделали некое экстраполирование, некую среднюю историю, чтобы процессор все-таки понимал, как у вас звук ведет себя в зоне прослушивания, а не в одной конкретной точке пространства. Потому что тут может быть очень много нюансов, ошибок, и результаты коррекции, которые вы сделаете по одной точке, они чаще всего окажутся неудовлетворительными. Итак, возвращаясь к нашим настройкам автокалибровки, соответственно, Level Distance. Заходя сюда, видите, вот такое появляется меню, и сейчас вы на экранах видите, как этот процесс происходит. Хорошо, что мы с вами не подключили микрофон, иначе бы сейчас был очень громкий звук из всех колонок. То есть он видит, включен микрофон или нет. Процессор посылает сигналы сначала, которые тестируют у вас уровень звучания каждой колонки, и он производит какую-то коррекцию относительно своего референса. А потом происходят вот такие импульсные тестовые сигналы, по которым он определяет уже расстояние до колонки, и, соответственно, вносит ту или иную задержку, или, ну, вам пишет в настройку ту или иную расстояние до каждой конкретной измеренной колонки. То есть это вот отдельная такая калибровка сначала на уровне задержки, и потом вы идете в следующий пункт меню, и там уже настраиваете эквалайзер. Как раз коррекция звучания под ваше помещение. То есть происходит измерение уже розовым шумом полнодиапазонным с помощью того же микрофона, который стоит ровно на той же единственной точке замеров, и система рисует вот такие графики. И, соответственно, система прогоняет по очереди все каналы, все колонки и сабвуферы через вот это вот измерение. То есть она меряет, потом меряет уже скорректированный для того, чтобы проверить, как у нее там коррекция прошла. То есть 3-4 вот этих тестовых шума происходит для каждой акустической системы. В итоге она рисует вам, как было, какой фильтр она применила, и как в итоге стало вот другим цветом. Практически как в 3-нов оптимайзер. И здесь еще есть такие гибкие настройки. Вы можете после того, как это все произошло, зайти сюда и сбросить, например, да, конкретный каждый канал. То есть там вот выбираете там левый, правый, сабвуфер 1, 3, 4. Значит, вот на примере левого канала, да, можно взять там, или вот сабвуфера нажать EQ Reset, он его сбросил в ноль. Можете нажать кнопочку No EQ Test, это когда он выключит этот эквалайзер и даст вам розовый шум, чтобы вот показать график, что он там замеряет. То есть, ну, и, соответственно, с эквалайзером уже тест, ну и автотест, это как бы полноценная опять перенастройка этой колонки. И теперь, внимание, важная информация касательно количества полос вот этого параметрического эквалайзера. Для каждого из сабвуферов, как вы видите, их всего лишь 5. Порой этого вполне себе достаточно для того, чтобы нормальный ровный бас настроить. Переключаемся на, например, левый канал и смотрим, сколько здесь полос. Здесь можно пробежаться просто по всем полосам. Смотрите, здесь их аж 11. 11 это то количество полос, которое, как правило, позволяет вам вполне себе гибко настроить АЧХ ваших главных фронтальных каналов. И самое прикольное состоит в том, что этот параметрик, который вам система сделала автоматическим образом, вы можете корректировать так, как вам будет угодно. Заходим в конкретную полосу и, например, берем и двигаем частоту. Видите, она двигается очень маленьким шагом. И тут же вам демонстрируют, как у вас меняется эквализация. Давайте пробежимся, например, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, то есть, это не такой прям совсем параметрик. Сколько здесь у нас? Я не знаю, какое разрешение. Похоже, 1,16 октавы или что-то типа того. Ну, очень много градаций. Гораздо больше, чем, например, на АВ-процессорах Yamaha. Там вот эти фиксированные значения частот сильно ограничены. Они гораздо сильнее зажаты. Здесь вы довольно гибко бегаете по всей АЧХ. И меняете, если вам не понравилось то, что сделала автоматическая система калибровки. Вот, вниз по всей полосе до 20 Гц. Давайте посмотрим. Самая нижняя. О, да, 20 Гц. 20 Гц. Для сабвуферов, кстати, интересно. Для сабвуферов у нас, во-первых, смотрите, значительно медленнее меняется частота. Значительно больше у вас будет возможности по настройке. И да, к сожалению, тоже 20 Гц ограничена снизу возможность калибровки по басу. Но это тоже хорошо, потому что у вас эта возможность вообще есть. И она довольно гибкая. Давайте проверим, сколько у нас полос на других каналах. Насколько я знаю, там их чуть меньше, чем на фронтах. Переключаемся, например, на Left Wide или Left Surround. Вот Left Surround. Там было 11. Здесь 7. Чуть меньше, да. Но Surround каналы, они не такие важные, как, конечно, 3 фронтальных. Поэтому ребята, видимо, с учетом ограничений вычислительных мощностей этого процессора ограничили число полос и параметрика на все Surround'ы и на потолок. То есть 11 на фронты, 7 на Surround'ы и на потолок и 5 на сабвуферы. Довольно неплохо, я считаю. Самое главное, что вот после всех вот этих настроек вы реально имеете возможность взять и гибко донастроить то, что вот этот товарищ вам намерил по одной точке. Потому что он меряет, ну, как вы понимаете, не супер правильно, не супер точно. И там есть свои косяки. Сейчас мы к этому еще вернемся. А вот спрашивает, сохранить результаты или нет. Ну, давайте не будем ничего сохранять. Значит, вот такая вот система автокалибровки. То есть, когда вы вот этот путь прошли, выходите и говорите, да, сохраните. Все, она у вас работает и может быть активной для любого из ваших источников. Но есть также еще дополнительные 3 ручных параметрических эквалайзера. Точно так же, как вы можете править вот эту автоматическую калибровку. Вот она у нас сейчас выбрана красным. Значит, что она будет включаться по умолчанию. Уже не туда мечусь. Вот эти все те же самые полосы, которые для каждого конкретного канала настроила автоматическая система. И вот здесь их тоже можно поправить. Не там, где производилась автоматическая замера, а уже потом, постфакт. Видите, вот они, эти полосы. Здесь 5, здесь 7 и 11, соответственно, на фронтальных каналах. И вы можете взять и просто создать свой личный эквалайзер. Причем есть целых 3 ручных эквалайзера, которые вы можете взять, использовать, настроить. Например, звучание в разных каких-то ситуациях. Например, там для первого ряда настроить систему, для второго ряда. Ну, к сожалению, задержки и уровни нельзя выбрать. То есть они один раз настраиваются. То есть референсная точка будет все равно одна. Но характер звучания можно как-то вот изменить с помощью вот таких вот разных эквалайзеров. Или просто делать несколько калибровок. К сожалению, нельзя вот только взять и скопировать одно в другое. Я, по крайней мере, такого функционала не нашел, а было бы полезно. Значит, заходим в первый эквалайзер. И здесь ровно то же самое. То есть сейчас здесь все настройки по нулям. Видите, гейн в нулях. Но вы берете руками и начинаете настраивать. Да, конечно, на слух будет очень сложно это сделать. Поэтому это сугубо для профессиональной настройки. Когда у вас есть внешнеизмерительный микрофон, ноутбук, программа Room EQ Wizard. Или какой-нибудь там смарт вы используете, если вы сильный профессионал. То вот эти штуки позволяют вам просто взять и вручную настроить звучание всей аудиосистемы. Каждой колонки в отдельности. И это очень круто, когда руки вот так вот развязаны. Вот меня лично, как профессионала, это очень рад, потому что я могу взять и спокойно поставить этот процессор. И настроить его в любой системе домашнего кинотеатра. И добиться предсказуемого результата. Да, с определенными ограничениями. Там нет такого рояля возможностей, как это есть на процессорах Storm Audio или Trinov. Но вот это базовая штука, которая позволит мне добиться результата. На большинстве аудиоресиверов, пусть даже системы калибровки ODC, такой возможности нет. Но там другие есть возможности, там можно какие-то целевые кривые править. Здесь как раз целевых кривых нет, но зато здесь есть полноценный контроль над параметриком по каждой колонке. И таких возможностей, собственно, три, а можно сказать даже четыре. Потому что вот этот Auto Test EQ можно не делать автоматически, а можно просто брать и с нуля его задействовать и вручную настраивать. Ну, хватит разглагольствовать про эквалайзер. Просто я рад, когда есть такие возможности, когда реально руки развязаны. Давайте дальше пробежимся по меню, что здесь осталось у нас. Ну, настройка такая, общие всякие настройки. Это то, как себя будет вести аппарат при пропадании питания. Вот он в режиме стендбай будет включаться. Это опции, как он показывает громкость в абсолютных или в относительных величинах. Минус сколько-то децибел или просто там от нуля до 85. В поезде HDMI есть отдельные настройки. Различный вот этот как раз протокол управления CEC. Здесь можно включить, выключить, там какой-то режим HDMI поменять. Стендбай видео, посмотреть, что он делает с видеосигналом, когда уходит в режим стендбай. Такие штучки, которые тоже могут быть полезны при настройке аппарата. Также можно скорректировать то, как он отображает, соответственно, меню. Вот здесь как раз выбирается димминг вот этих вот светящихся элементов на передней панели. Сейчас стоит максимальная яркость, десяточка. OSD-информация, вот это как раз меню, где она находится. Вот сейчас у нас выбран низ. И можно даже сделать прозрачность меню. Вы видите, оно становится полупрозрачным. То есть гибкость есть в этом отношении, и это здорово. No signal standby, значит, если вдруг нет на входе сигнала, через сколько минут ему выключаться. Дальше у нас идет настройка триггерных выходов. Всегда включены, да, стоит или управляется настройкой в сорсе, да, где мы уже с вами были. Это то, в каких величинах у нас с вами отображаются настройки. Можно в метрах, можно в футах. И здесь есть некий лог, который процессор может вести, чтобы потом его можно было отослать на анализ, видимо, к разработчикам на завод, чтобы они уже какие-то доработки проводили, если вдруг он у вас начнет глючить. И последние два пункта меню, соответственно, есть такая возможность забыкапиться. То есть вы вот настраивали, настраивали два дня всю систему, и уезжаете от клиента, и вам будет обидно, если он там залезет, начнет что-то менять. Чтобы вернуться быстро к своим настройкам, вы берете, заходите в этот пункт, save to backup, и нажимаете save. В этот момент он сохраняет все настройки прямо куда-то во внутреннюю память. К сожалению, флешку тут не воткнуть, он туда не может сохранить. Но хотя бы одна ячейка памяти где-то там внутри у него существует. Вот мы сохранились, в принципе, можем теперь взять и восстановиться из этого бэкапа. Хоть как-то, но такая функциональность имеется, и это очень здорово. На аудио-видеоресиверах такое встретишь очень-очень редко. Ну и последний информационный раздел, где можно посмотреть версию прошивки. А прошивка обновляется через USB-флешку. Версию там, соответственно, Bluetooth, как он называется, Bluetooth имя у него. И какая-то дополнительная служебная информация, сетевой адрес Bluetooth, и, собственно, какие к нему подключены телевизоры, и как они называются. Это как раз HDMI-выход. Вот, собственно, и все меню, и, по сути, весь функционал. Да, небыстрый получился рассказ про меню, но на самом деле, зато вы теперь знаете, на что можно вообще рассчитывать, приобретая такой аппарат себе в домашний кинотеатр, и какие возможности он дает по настройке. Теперь наш опыт этой настройки, опыт калибровки и того, как мы его, собственно, погоняли здесь в нашем шоуруме. Да, мы его просто взяли и воткнули в стойку под тренов, соединили аналоговыми кабелями к нашим усилителям и просто переключили вход. Потому что у нас усилители по цифре по умолчанию работают, нам не пришлось даже ничего перетыкать. Просто дополнительный процессор на другие входы воткнули и, собственно, начали изучать и настраивать. Провели вот эти вот автоматические измерения, калибровки. И да, я был очень удивлен, что у микрофона нету резьбы для штатива. И пришлось просто поставить его просто на штатив. Хорошо, что есть площадочка. Прямо поставили на вот этот же штатив, на месте, где у нас, собственно, голова, главное место прослушивания на центральном ряду. Провели полноценное вот это вот измерение всех каналов. Удивило, что довольно громко идет тестовый сигнал на регулировку уровня. Сначала даже, ну, немножко испугались, пришлось надевать беруши, чтобы здесь вот этот, пройти весь этот путь. Потом, соответственно, провели измерение вот этого вот параметрического эквалайзера вот этой системы EQFlex. Она прогнала все каналы, нарисовала нам красивые графики, как она здорово все поправила. Ну, и, собственно, потом сели и начали слушать. Подкорректировали фазу соединения всех каналов, соответственно, с сабвуфером. Просто на слух взяли по одному из методов, которые я вам тоже уже рассказывал в одном из наших предыдущих роликов. Ну, так, чтобы просто у нас музыка, наконец-то, заиграла нормально и появился в музыке бас. А это зачастую означает, что у вас вот как раз произошло соединение фазы сабвуферного звена и ваших фронтальных каналов. Подкорректировали уровень звучания сабвуфера, опять же, на слух, так, чтобы было приятно, чтобы баса хватало. И сели и начали, собственно, слушать. Сначала музыку, потом фрагменты из фильмов. Ну, и что я должен здесь сразу сказать. Да, музыка играла, даже были нормальные высокие частоты. Был странный бас, было слышно, что появился какой-то резонанс. Хотя у меня там точно заранее довольно неплохо все сведено просто на усилителе, на параметрическом эквалайзере. У нас сабвуферное звено, в общем-то, готово. Его бери, чуть-чуть корректируй, сочленяй со всеми остальными каналами и будет классно. Но система внесла какой-то свой дополнительный эквалайзер. И, причем, этот эквалайзер, как потом оказалось, когда ты его сбрасываешь в нули, он почему-то не переставал действовать. Это вот был один из нескольких глюков, которые мы поймали. Значит, что мы еще, какие глюки поймали. При первичных вот этих всех настройках, там, туда-сюда, когда мы сели слушать, когда начали его поднастраивать, у нас один раз аппарат завис. Причем завис он, ну, так, что музыка продолжала играть, но меню не вызывалось, ничего не происходило, источники поменять нельзя было. Но это произошло всего лишь один раз, больше такого не было. На протяжении двух или трех часов мы его, наверное, всего вместе гоняли. Такое произошло один раз и, в принципе, в самом начале. Но сильнее всего нас удивило то, когда мы включили первую музыку в Dolby Atmos. Сначала мы послушали стерео, да, примерно все поняли. Ну, вот играет, как бы есть, да, кривизна в АЧХ какая-то. Ну, как бы, в целом понятно, что система что-то делает, она старается, она делает так, как может, скажем так, да. Но, по крайней мере, дает ручные возможности вам для корректировки. И, как бы, на этом я лично успокоился. Когда мы включили музыку в Dolby Atmos, после того, как только что послушивали стерео просто с Apple TV, с Apple Music, звук был просто капец какой странный. Вот сейчас вы слышите, как это звучало. Голос вибрировал, все звуки вибрировали, да, происходило какое-то такое... Я такого никогда не слышал. То есть он просто в какой-то левый режим вошел и очень криво начал играть. Причем даже из других каналов голос, например, сурраундов вдруг начал играть. И перли прям вот реальные какие-то искажения. Потом мы выяснили, что это происходило при смене кадеков. То есть из стерео, когда мы переходили в Atmos, именно на Apple TV, вот такая штука происходила. Мы туда-сюда попереключали, пытались отловить, когда это происходит. Вроде поняли сначала, потом у нас этот эффект пропал. Особенно он пропал, когда мы переключились на Дюну и посмотрели несколько отрывков фильмов на Дюне. Там вообще не было никаких проблем, никаких глюков, что стерео играло ровно отлично, что многоканалка играла и DTS, и Dolby, и PCM многоканальный. Не было ни разу никаких проблем. И потом, переключившись обратно на Apple TV, мы говорим, вот сейчас-то опять начнет глючить. Нет, глючить он не начал. То есть это было только поначалу. Я не знаю, я, ну, может быть, прогрелся. Я не знаю, ну, как еще объяснить этот эффект. Но эффект был прикольный, мы его зафиксировали. Друзья, компания MMS, вот вам как бы вводная данная, обратная связь. Пожалуйста, перешлите этот ролик производителю, пусть что-нибудь пофиксят и пришлют нам новую прошивку. А, на Дюне, кстати, вспомнил, мы нашли один глюк, который, ну, непонятно был, почему. В тестовом диске Dolby Atmos процессор в определенные моменты отказывался нам воспроизводить звук. То есть мы включаем один ролик, тишина. То есть ничего не происходит. Перегружаем еще раз этот диск в Дюне, включаем еще раз этот ролик, он начинает играть. И так далее. То есть они то играли, то не играли. Но это именно было при воспроизведении образа Blu-ray диска, тестового диска Dolby Atmos. Все фрагменты тестовых фильмов, просто фильмы какие-то, да, там, МКВшки, МДФС, они все играли без проблем. Звук всегда был. Он появлялся быстро, значительно быстрее, чем начинает играть звук процессор Тренов, например, да. Ну, то есть скорость переключения между источниками, она довольно быстрая. И, соответственно, подхват аудиодорожки и начало декодирования, и звук появляется тоже очень быстро. В этом плане, ну, процессор шустрый. Однако, друзья, если вот так вот абстрагироваться и понимать, что автокалибровка сделала свою работу не идеальным образом, да она не могла ее, в принципе, по одной точке сделать идеально. Я пытался понять, насколько он во всех остальных отношениях корректно декодирует, во-первых, Atmos, как происходит перемещение объектов по комнате. Я же помню, как правильно это происходит, когда у нас полноценно откалиброванная система на Тренове здесь стоит. И вы знаете, в базе все очень-очень даже сделано правильно. Все объекты летают так, как надо, там, где они должны быть. Задержки он довольно все неплохо и близко поднастроил. Разумеется, это все нужно проверять специальными тестовыми тонами. Но в базе я слышу, что потенциал у системы есть. Прогнав все каналы через розовый шум, я, в принципе, подтвердил свою гипотезу о том, что реально АЧХ настроена, ну, как бы, кривовато, и она по-разному кривовато на разных каналах. То есть, как он услышал, так он и скорректировал. Но если вернуть и настроить ровно, чтобы у вас розовый шум звучал максимально похоже из всех каналов, то все будет очень-очень даже прилично. В плане какого-то качества звучания, ну, вот именно к тракту вопросов, в принципе, нет. То есть, не было каких-то какой-то гадостей, там, каких-то явных огрехов именно, ну, вот в качестве звука, которое мы слышали. Да, он был не очень ровный по АЧХ, но настраивать полноценно этот процессор, ну, тупо не было времени и резона, потому что я и так вижу весь потенциал и все возможности. А, вспомнил еще один странный момент. Когда у нас все колонки, соответственно, подключены были, мы включаем аппарат, и на протяжении всего теста был слышен некий фон. Из всех, в принципе, каналов, да, он был слышен просто на месте прослушивания. Это такие где-то в районе 5, то ли 50, то ли 100, наверное, скорее, герц, такая вот гармоника. Когда у вас такой есть именно по питанию приходящий хам, так называемый, да, такой, как бы, небольшой легкий гудеж. Я это связываю с тем, что у нас были не очень качественные на потолочные пару каналов. У нас не хватило XLR разъемов, XLR проводов, и мы подключили недорогими какими-то там комплектными китайскими кабелями, которые у нас валялись просто на складе. Я это связываю именно с этим. Не было времени диагностировать эту проблему, но сейчас аппарат подключен к фронтам, к левому и правому каналу длинными проводами 8-метровыми, плюс там еще есть пара проводов на удлинение. Этого фона нет. Поэтому, скорее всего, это были просто некачественные провода. Однако я обязан про это вам, собственно, рассказать. Ну и для того, чтобы мы подтвердили уже измерениями того, что мы слышали, когда тестировали этот аппарат, насколько он не совсем корректно настроил АЧХ, мы, конечно же, взяли, поставили наш измерительный микрофон и прогнали все основные каналы через Room EQ Wizard и провели замеры. Попарно включая и выключая систему эквализации. Слава богу, это позволяет система делать очень быстро и удобно. И смотрите, какие результаты мы получили. Итак, программа Room EQ Wizard, и здесь вы видите целую серию измерений. Возьмем буквально пару колонок, например, вот левый канал и какой-нибудь Surround, чтобы вы просто увидели законы, по которым система производила вот эту калибровку. Смотрите, зеленый цвет линии в данном случае, это у нас левый канал без эквалайзера. Это как он у нас играет в нулях на главном месте прослушивания. Значит, вот он определенный там бас идет более-менее ровный. И дальше, соответственно, играет сама колонка от 80 Гц и вниз. Был у нас провал на 300 Гц. Значит, смотрим, система автоэквализации его довольно неплохо выпрыгала. Браво! Очень хорошо. Дальше был какой-то небольшой вот здесь вот провальчик в районе 800-900 Гц. Она взяла, сделала какой-то непонятный дикий буст. Да, микрофон мы ставили ровно в ту же самую точку, где, собственно, стоял измерительный микрофон. Чтобы, ну, максимально корректно понять, что же она там намерила и какие она поставила фильтры. И на 4000 Гц совершенно необъяснимый. Ну, я, конечно, у меня есть гипотеза, но очень большой провал. Смотрите, значит, 46 дБ и 39 дБ. Разница у нас получается почти 8 дБ. Он зачем-то взял и испортил нам довольно ровную АЧХ в этом диапазоне на 4 кГц. Это очень даже слышимая полоса, где у нас с вами голос есть и мужской, и женский. Он взял зачем-то здесь бахнул нам вот такой провал. И высокие частоты. Был такой вот приятный легкий спад. Но он взял его, сделал еще более крутым. А вот, например, центральный канал. Синее это то, как было, зеленое как стало. Тот же самый провал на 4 кГц. То есть это явно что-то с системой калибровки. Зачем-то есть еще один горб на 7,5 кГц. Огроменный горб от 400 до 1500 Гц. Что он тут пытался нам исправить? Непонятно, было сильно ровнее. Мы меряем точно так же по одной точке. Ну, бас. Бас тут непонятно, что он с ним сделал. Может быть, даже чуть улучшил. Чуть поровнее сделал. Давайте возьмем Surround. Левый Surround у нас был замерен. Соответственно, здесь тот же самый характер, что мы видели на левом канале. Он выправил нам полосу 300-400 Гц. Сделал очень ровненько все. И сделал большой спад после 2 кГц. С тем же самым провалом в 6-7 дБ на 4 кГц. Вот такую коррекцию делает эта вот система калибровки. И уже для чистоты совести посмотрим на сабвуфер. Как было и как стало. Вот она полоса 10-200 Гц. Смотрите, значит, зелененькое это было. Довольно все ровненько. Небольшой там провал на 90. Но это комнатная мода. Дальше уже нерелевантно, потому что бас-менеджмент. Он нам сделал какие-то провалы на 300. Он нам провалил 70 Гц. И задрал 85 Гц. Именно их и было слышно в музыке, и в кино. И вот эта нота, она доминировала. И как раз не нравилась в басе. Зачем он это сделал? Непонятно. Потому что ровно на той же самой точке у нас все значительно по-другому играет. Проанализировав вот эти вот измерения, можно сказать следующее. Что система работает странно. Она дает какие-то непонятные бусты там, где их не надо абсолютно давать. Но в то же время некоторые места АЧХ, она выравнивает очень хорошо. И есть один конкретный косяк на 4 кГц, который скорее всего связан вот с этим вот малышом микрофоном. Либо с его размерами, либо в том, что он стоит на площадке штатива и не прикручен на каком-то тонком дополнительном возвышении. Или просто это брак микрофона. И на всех каналах, которые система настраивала, мы вот тот же самый провал на 4 кГц, довольно внушительный провал, наблюдаем. Такого допускать нельзя. Просто вот в калибровке системы, ну, такой провал не может просто существовать, потому что он реально слышен. И слава богу, что есть возможность ручной коррекции всех этих вещей. Поэтому если у вас есть 1-2 свободных дня на калибровку настоящего кинозала, а они должны быть у каждого профессионала, который этим занимается, то вы сделаете, в принципе, конфетку из звучания любого домашнего кинотеатра с такими возможностями параметрической эквализации. Итак, выводы. Аппарат годный. Несмотря на то, что есть глюки, но я верю в то, что прошивкой эти штуки будут поправлены. И для этого мы, собственно, его тестировали, чтобы дать вот эту вот обратную связь производителю, дистрибьютору. Его можно допилить, я даже не сомневаюсь в этом. Но использовать систему автоматической калибровки я бы, наверное, стал только для предварительной пристрелки, чтобы выровнять звучание каналов, если это необходимо, если у вас других крутилок там больше нигде нет. И поставить предварительные корректные задержки по всем каналам. Дальше нужно действовать уже, имея полноценный комплекс аппаратный, программно-аппаратный измерительный. Причем не с одним микрофоном, а желательно сразу с четырьмя, чтобы вы могли так называемый space averaging делать измерения. И уже всю зону прослушивания эквализировать так, чтобы звук был максимально ровный на всей зоне прослушивания. А делать измерения по одной точке и вообще никогда никуда не передвигать микрофон, это дело неблагодарное. Заклинаю вас, так не надо делать. Даже если у вас всего лишь один микрофон, всегда проверяйте, что вы там намерили, как у вас влияет комната на звук, и этот микрофон перемещайте по зоне прослушивания. Поэтому мне аппарат скорее понравился, чем чем-то очень сильно разочаровал, расстроил. Нет, такого нет абсолютно. Здесь у меня руки развязаны. И с моим инструментарием и пониманием процесса, как добиться результата при калибровке настоящего домашнего кинозала, я могу из него выжать все соки и получить очень-очень достойный результат. Не верите? Закажите кинозал Blackroom, проверим. Причем он мне понравился даже с той точки зрения, что, например, тот процессор, который мы кроме Тренова еще используем в своих проектах, а это над системой калибровки Dirac Live, он в каких-то моментах даже менее гибкий в настройке, чем вот этот вот Iota за значительно меньшие деньги. Например, после калибровки Dirac я на Наде не могу скорректировать задержки по каждому из каналов. Вообще не могу это сделать. Никак не могу поправить. Я только ему могу довериться, что он правильно вообще это сделал. Я не могу уровни колонок скорректировать. А вдруг он сделал что-то не так? А скорее всего так и есть. Так обычно и бывает. То есть там у меня этой возможности тупо нет. Я могу править целевые кривые, корректировать как-то бас-менеджмент, но даже если я скорректировал бас-менеджмент, мне приходится еще раз делать все замеры, а это большое количество времени померить Dirac, например, по 9 точкам. Поэтому я скорее за вот такую ручную калибровку, за возможности корректировки по всем пунктам, где они только есть. Я буду все равно тратить 1-2 дня на калибровку вашего домашнего кинозала. И мне гораздо приятнее будет работать, когда у меня руки развязаны. А с этим процессором они у меня развязаны по полной программе. Ну и самое главное, то что эти процессоры есть в наличии. Друзья, если вы строите домашний кинозал и еще его не оборудовали, и вам пришло время покупать оборудование, то все контакты компании Blackroom вы найдете в описании к этому и любому другому видео на нашем канале. Обращайтесь, пишите, звоните, оставляйте заявки, приезжайте в наш ультимативный демо-зал. Здесь вы по-настоящему кайфанете от звука, от огромной картинки, с самым крутым лазерным проектором от GVC. Я вам гарантирую. Ну и разумеется, обсудим ваш проект, глядишь и поработаем вместе. Я неоднократно уже упоминал, что процессор стоит небольших денег. О каких денег, так и не сказал. Его цена 300 тысяч рублей. Сейчас конкурентов у него на рынке нету слова совсем. Ближайший конкурент это процессор Emotiva или Arkham. Значит, Arkham 490 тысяч сейчас стоит, это Emotiva, это 578. Вот, собственно, и все. А дальше уже у нас там миллионы далее побежали. Здесь 300 тысяч рублей процессор с такими гибкими ручными настройками. Я бы проголосовал, наверное, рублем, когда особенно на безводе и рак рыбы, что называется. Эти процессоры, скорее всего, будут поставляться без проблем, потому что он все-таки делается в Китае. Это, наверное, все-таки какой-то двоюродный брат процессору Tonewinner, который я уже упоминал в одном из предыдущих роликов. У них немного разные коннекторы, но меню одно и то же. Ну, по крайней мере, у него очень похожий интерфейс. Скорее всего, на одном и том же заводе их делают. А в Штатах ребята-энтузиасты уже этот Tonewinner распробовали, и по нему очень хорошие отзывы. И я, в принципе, готов их подтвердить. Друзья, поделитесь, пожалуйста, в комментариях вашим мнением, как вам процессор, понравился ли обзор. Еще раз хочу поблагодарить компанию MMS за то, что предоставили на тест вот этот процессор. Было реально интересно его погонять и рассказать вам про это. Не забывайте ставить лайки, если было информативно, интересно и познавательно. Также подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. У нас тут много подобных обзоров, много совершенно по другим темам роликов. Но все так или иначе связано с темой домашнего кинозалостроения и домашних кинотеатров. Ну, а с вами был Антон, основатель компании Blackroom. Увидимся скоро в новых видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok